Я уже сказал, что команды в этом сезоне первый свой матч закончились с счетом 4-3 победой Воронежцев в овертайме. Ну а в прошлом сезоне также матчи получились очень боевыми. И сначала в Воронеже там был выиграл за счетом 3-2. Вот здесь опасный момент, бросок, гол! 1-0! И индивидуальные действия Максима Казакова выводят Воронежцев вперед. Максим Казаков буквально сегодня на днях подъехал в Воронежский коллектив. Был командирован из Северсталион, так как у Воронежского клуба заключен контракт и договор о сотрудничестве. Ну и вот смотрите, как пришелся ко двору. Вошел в зону, бросил в ближний угол и переиграл Максима Моторыгина. Наверное, вот эту шайбу в ближний угол можно назвать немного вратарской. Под ловушкой она прошла. Игра возобновилась, а мы с вами для того, чтобы закончить со всеми формальностями, со всеми обязательными частями репортажа. Нет, не сейчас! Прекрасный бросок в исполнении Владислава Никулина и счет становится 2-0. Выиграли воронежцы вбрасывание. Довольно незамысловато разыграли эту шайбу. Но уж бросок получился на редкость удачному Владиславу Никулина. Смотрите, посмотрел и попал туда, куда и целился. Абсолютно точно. Ну и Моторыгину остается только развести руками. Ничего он сделать с этим броском Никулина не смог. 2-0. Базовик против Лазарева. Лазарев на синюю. И вот здесь бросок в одно касание. И гол! 2-1! Но это Александр Тимирев. Получить распишитесь. Лучший бомбардир своей команды. Очередную шайбу забрасывает. Для Тимирева это уже юбилейная десятая шайба в этом регулярном чемпионате за тамбов. В 28-е уже набранное очко. И 28-летний уроженец Тюмени в очередной раз подтверждает свои снайперские и бомбардирские качества. Без шансов для Гросса в одно касание. Не успел переместиться воронежские голки. На атаке сейчас располагаются. Жук. Уже не сразу двоих юбистов тамбов оказался. Смог перевести шайбу на другой борт. Может и до броска сейчас дело дойдет. И следует бросок ближний. С ходу от Дугина попади там в придирку со штангу. Очень тяжело прожилось. Голкиперу. Вот здесь бросок. Гол. Хо-хо. Что за попадание. Что за попадание от Дмитрия Возовика. Красотища. Красотища там лежит буквально таки в дальней девятке. 3-1. В пользу Воронежцев. Вот стоило одну нормальную затяжную атаку провести в чужой зоне. И получите, распишитесь. Классное попадание. Вот третьего номера Воронежцев. Безусловно. Вот здесь Дугин отдает ему под бросок. И выстреливает Возовик так, как надо. Не оставляя шансов Максиму Матарыгину. Но сегодня, может быть, немножко не хватает эмоциональности. Какой-то заведенности какие-то там тамбовы. Именно поэтому пока что они уступают. В счете для них еще ничего не потеряно. Безусловно. А если они будут вот такие атаки проводить. И забивать вот так вот. То все еще у них однозначно впереди. Василий Жилов. 3-2. Становится счет. Разобрали по полочкам сейчас защиту. По кирпичикам, точнее, разобрали защиту воронежского коллектива. Хоккеисты Тамбова. И сокращают снова разрыв до минимума. Тамбовчане. Давайте посмотрим на повторе. Оказался уже на льду Гросс. Переворачивался. И расстроенно так бьет ловушкой по льду. Ну, а передачу, конечно, отметим мы. В Тамбове в прошлом сезоне. Поэтому здесь, как будто к гадалке не ходи. Результативный. И близкий матч между этими командами всегда нас ожидает. Вот здесь опасный гол. Ох, какая передача. И какое завершение этого эпизода от Никиты Куракина. Второй его балл за результативность. Ну, и вот так. На старте третьего периода очень быстро возвращаются в эту игру. Такие стыли. Тамбовского коллектива. Давайте еще раз посмотрим. Прекрасная передача в исполнении Тимура Фаткулина. Послематчевые штрафные броски, которые мы увидим. И начнет все Никита Куракин, у которого сегодня гол плюс пас. На скорости он разгоняется, берет левее и бросает в дальний угол, забивая. 1-0. В этой послематчевой серии становится счет в пользу Тамбова. Переигрывает Никита Куракин Владислава Гросса. У воронежцев появляется Егор Дугин на площадке, который сегодня отметился результативной передачей. Он не так быстро начинает. Спокойно раскатывается и бросает мимо ворот. По-прежнему 1-0. Счет сохраняется в пользу Тамбова. Александр Тимирев. На его счету сегодня заброшенная шайба. Раскатывается бросок и 2-0. Пока что без шансов для Владислава Гросса. Исполняют штрафные броски кисты Тамбова. Ну и тем выше ответственность сейчас для Артема Жука, который появляется на площадке. У него сегодня также есть балл за результативность. Нужно ему забивать, конечно. Жук. Нет. Не удается переиграть Моторыгина. Пока что исполнение штрафных бросков у воронежцев, откровенно говоря, не слишком. Выдающийся. Ну и, кстати, появляется сейчас Егор Вильмакин. На площадке у воронежского коллектива. Первые два броска как-то не задались у Владислава Гросса. И меняют его на Вильмакина. Против него Олег Корчагин. Выходит. Корчагин переигрывает голкипера воронежского коллектива. И уже 3-0 становится счет. Если сейчас воронежцы не забрасывают, то победа остается за Тамбовчанами в серии. После матчевых штрафных бросков Казаков. Он открыл счет в этой встрече. Посмотрим, что у него получится сейчас. Казаков. Да. Между щитков шайбу отправляет голкиперу. Тамбова. И сокращает счет до 3-1. Но, опять же, если сейчас забивает Максим Баин, матч у нас на этом и завершается. Смотрим. Возможно, решающий штрафной бросок сегодняшней встречи. Баин. Баин. Выше ворот. Выше ворот. И еще не все потеряно для воронежцев. Но Артему надо забивать. Если у него это сделать не получится, то, опять же, Тамбовчане этот матч выиграют. Артемов решает на скорости шайбу подхватить. Артемов. Нет. Не удается ему переиграть голкипера. И все. Со счетом 4-3 в серии послематчевых штрафных бросков побеждает хоккейный клуб.